У нас музыкальный вопрос. Почему русские играют на нормальных гармошках, а немцы на губных? Повторяй, Сергей. Почему русские играют на нормальных гармошках, а немцы на губных? Зато немцы играют в нормальный футбол, а русские на гармошках. Ещё вариант. Почему русские играют на нормальных гармошках, а немцы на губных? Потому что мы выиграли. Ну, в общем, и правильно. Чего там? Своя версия. Почему русские играют на нормальных гармошках, а немцы на губных? Ну, так исторически сложилось еще при наших дедах. Просто трудно играть на нормальной гармошке, когда у тебя руки постянут в таком положении. Двигаемся дальше, пожалуйста, Сургут. Витая в облаках, к нам подошла стюардесса и спросила, рыба или мясо? Вопрос. Или сосиски? Витая в облаках, к нам подошла стюардесса и спросила, курица или мясо? Вопрос. Или сосиски? Если она не рыба, не мясо, бери сосиски. Витая в облаках, к нам подошла стюардесса и спросила, рыба или мясо? Вопрос. Или сосиски? Ответ. Бери овощи, у тебя режим. Своя версия, да? Пожалуйста. Есть она? Или придумайте на ходу. Давайте. Витая в облаках, к нам подошла стюардесса и спросила, рыба или мясо? Вопрос. Или сосиски? Голодный борец вообще на многое способен. И в горящую избу войти, и коня на скаку остановить. И вообще он как баба. И на том спасибо. Так, двигаемся дальше. В московском воздухе содержится вся таблица химических элементов Менделеева. А где воздух почище? Вопрос. А где воздух почище? В легких Елены Малышевой. Своя версия, да. Пожалуйста. А где воздух почище? В лесу. Одна девочка заблудилась в лесу и так громко и долго кричала «Ау!», что из кустов вышел Розенбаум и допел песню до конца. Так, пожалуйста, ваш вопрос. Камызиакские хоккеисты, ну, те, которые летом футболисты, а когда дождь шахматисты, интересуются, что делать, если долго витаешь в облаках? Камызиакские хоккеисты, ну, те, которые, если скучно, приколисты. Интересуются, что делать, если долго витаешь в облаках? У камызиакских спортсменов нет повода витать в облаках. Ну, в общем, чистая правда так, в принципе. Да. Своя. Версия. Камызиакские хоккеисты, ну, если скучно, те, которые, если скучно, приколисты, интересуются, что делать, если долго витаешь в облаках? Нужно приземлиться. Монгольский шпион живет в аэропорту в Шереметьево уже третий год и никуда не собирается уезжать. Последний вопрос разминки. Витаем в облаках. Сборная России второй раз подряд выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, хотя в России нет ни пляжа, ни футбола. А какие вы знаете примеры находчивости? Витаем в облаках сборной России второй раз подряд выиграл чемпионат мира по пляжному футболу, хотя в России нет ни пляжа, ни футбола. Какие вы знаете примеры находчивости? Ну вот одесские путаны, допустим, чтобы выполнять особо опасные труки, зовут дублеров. Ну на такие подробности одесские мы, в общем, и не рассчитывали даже, но... Свой вариант. Витаем в облаках. Сборная России второй раз подряд выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, хотя в России нет ни пляжа, ни футбола. А какие вы знаете примеры находчивости? Трасса Стрелинтомаг-Москва односторонняя. Все присутствующие задумались об этой ситуации. Разминка закончена. Спасибо. Друзья мои, оценки выставлены, теперь мы их опубликуем. Максимум у нас высокий, 6 баллов, напоминаю. Прошу, разминка. Одесские мансы. 4-4-4. Все судьи 4 балла. Кембридж. Кемерово. 3-4-4-4-4-4-4. Сборная Камызиакского края по КВНу. 4-5-4-4-4-4-4. Сборная СНГ по вольной борьбе. 3-5-4-4-4-4-3. Пара по парам ГИМО. 5-5-4-5-5-5. Итак. 5-6-5-5. 7-5-5. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok